Попробуем понять, чего не умеет чат-бот, да? Ну вот, например, мы задавали вопросы в тот самый примитивный вариант, да, в бесплатный. Порекомендуйте программу поддержки туристического бизнеса. Ну, конечно же, я упустил слово государственной поддержки, да, то есть я хотел его спросить про гранты субсидий, налоговые льготы. Ну, хорошо, он мне ответил, вот те платформы, Booking, Airbnb, ищи через них, соответственно, там, сервисы туристических агентств, компаний, поиск объектов размещения, там и так далее, триподвизор, да, то есть вот это вот все, и та-та-та-та-та-та, допустим, я уточню запрос, да, ой, допустим, я сейчас уточню свой запрос, вот так вот, порекомендуйте программы государственной поддержки бизнеса, да, посмотрим, значит, что он нам тут ответит. Вот, и то же самое мы спросим у более продвинутого, да, более продвинутой версии чата. Значит, первый ответил, да, как искусственный интеллект я не могу давать рекомендации, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, короче, не обладая информацией о конкретных странах и политических. Хорошо, мы сделаем вот так вот. Устраивает? Давайте. Так, значит, о, вот этот сразу начал писать конкретно в России, существует, ля-ля-ля, молодец. Так, как искусственный интеллект я здесь опять могу, не могу давать, да. Ну, хорошо, посетите официальный источник информации, веб-сайт Минкультуры, Российская ассоциация туроператоров, чтобы получится, короче, понятно. А вот этот не стал уточнять, в какой стране сразу начал писать. Вот в России существует несколько программ государственной поддержки туристического бизнеса, которые могут быть полезными для развития вашей компании. Первое. Он знает про актуальную, кстати говоря, программу развития внутреннего уездного туризма. Вот в отличие от поисковиков, от того же самого там Яндекса или Гугла, который выдаст нам все виды программ развития внутреннего туризма, которые существовали в ранние годы. Чат-GPT, вот этот конкретный алгоритм, выбрал актуальную. Вот сегодня у нас, не видно здесь на часах, да, 23-й год у нас сегодня, он мне дал актуальную программу развития внутреннего туризма. Да, есть под пунктом номер 2 программа развития малого и среднего предпринимательства. Прекрасно. Субсидии, льготные кредиты, гранты. Развитие курортного комплекса санаторно-курортного лечения, да. Интересно. Программа государственной поддержки, он, наверное, сейчас мне перечислит, который так или иначе, ну да, к определенным отраслям туризма. Курортный туризм, предпринимательство, культурный туризм, экологический туризм, событийный туризм. Он сейчас выберет мне все программы, в которых, видимо, встречается понятие туризма или туристический сектор в бизнесе, да. И, соответственно, порекомендует. Ну да, инфраструктуру туристического кластера. Угу. Программа развития событийного туризма. Интересно. Довольно интересно. Вот он работает, выдает довольно-довольно серьезные вещи. Понятно, что привязку к регионам он сейчас нам не даст. Но мы сейчас по-другому еще спросим. У них сузим до регионального. Что умеет или не умеет этот самый чат GPT. Интересно. Обращайтесь, естественно, в государственные организации. Конечно, мы не подскажем вам, какие, да. Вы ищите сами. Но, в принципе, это для дальнейшего поиска несложно найти, да. Так, ну хорошо. Вот ищем, да. Обращайтесь в государственные органы организации. Окей. Спрашиваем у чат-бота. Какие государственные органы организации курируют, проводят программу развития событийного туризма, к примеру, да. Шестой пункт, который нам указали. Давай, подумаем. Так. Сейчас он начнет. Я думаю, что второй примитивный, который условно бесплатный, искусственно, я полагаю, ограниченным функционалом, он нам ничего не скажет по этому поводу, да. Так, вернемся в продвинутый. 4.5.1. Министерство культуры. Так, событийный туризм курируется министерством культуры. Организации, это ассоциации и другие туристические организации, уклончиво. Примитивненько. Ладно. Так. Ага. Сейчас, значит, ну единственное, что здесь чат-шпт ошибся. Федеральная агентство по туризму, Ростуризм у нас ликвидирована. В 2023 году оно распущено. И функции его по-прежнему выполняет Министерство экономического развития Российской Федерации. Ну да ладно. Специалисты знают. Региональное министерство культуры и туризма. Разрабатывают, реализуют региональные. Хорошо. Есть Российская туристическая индустрия, РТИ, Ассоциация бизнес-туризма, РАПТ, Российская ассоциация событийной индустрии. Интересно, перечислят ли он ОСИГ. Организация Содружества, Сообщество индустрии гостеприимства, Местная организация, Муниципалитеты. Ну да. Государственные частные туристические компании, Агентство оператора. Вот что интересно, они довольно структурированно хорошо выдают. Ладно. Так. А теперь мы спросим его еще про гранты и субсидии. Да. Допустим. Вот так вот. Сперва спросим в РФ, а потом спросим в каком-нибудь регионе, который мы, например, знаем. Вот он начал рекомендовать. Гранты и субсидии от Федерального агентства по туризму. Ростуризм. Регулярно Ростуризм проводит конкурсы в предоставлении субсидий и грантов для развития. Да, только Минэкономразвитие. Но ничего, ничего. Это уже можно будет найти. А мы сейчас еще... Во-первых, во-вторых, мы зададим ему вопрос по региону. А в-третьих, мы зададим ему вопрос очень предметный. То есть на конкретный вид туристической инфраструктуры. Ну, например, можем спросить про пляжи или про национальные маршруты. Мой бизнес. Ну, сейчас в сфере туризма. Региональные. В том регионе, где планируется развивать бизнес. Прекрасно. Мы сейчас... Так и скажем. В нашем базовом регионе мы спросим. Вот так вот. Программа «Туристический классер. Мой бизнес. Налоговые льготы для туристического бизнеса. В зависимости от региона и специфики бизнеса». Очень грамотное уточнение. Согласен. Льготы вообще к специфике бизнеса. И к регионам привязанным. Интересно. Еще о развитии сельского туризма. Программу упомянули. Сельская местность. Интересно, что за программа такая. Знаю комплексное развитие территории. Сейчас мы уточним про пункт 6. Кстати говоря. Теперь же развитие культурного туризма. Еще событийного давай. Ну давай. Вот так мы сейчас уточним свой запрос. Экология, да. Он опять стал перечислять. Под отрасли туризма. Сферы. Интересно. Спортивные еще, пожалуйста. Вот вам. Для научной работы. Для работы по научным обобщениям. Научному поиску. Предметному поиску. Ну еще вот потом мы маркетинга отдельно коснемся. Молодежный туризм. Угу. Так, что-то задумался. Угу. Таким, как Ростуризм. Или региональный. Так, все. Вот эти тексты. Хорошо. Так, заодно мы сейчас вот это сбросим. Интересно. Что он нам там в тексты файля кинул? То же самое в текстовом формате. Отлично. Сейчас он порекомендует. Я думаю, что на этом ответе надо заканчивать. А то уже длинный получается. Так. Серьезно он тут нам призадумался. Интересно, что он выдаст. Или вообще ничего не выдаст. И без пляжей, да? Вот уже на более предметный узкий вопрос. Он прям конкретно завис. Интересно, будет ли ответ. Подписывайтесь на наш канал. Так, ну ладно.